Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусной буженины, которая не только украсит новогодний стол, но и обязательно порадует ваших гостей. Итак, мясо необходимо промыть в холодной воде и просушить бумажным полотенцем. Острым ножом делаем проколы и чередуя вставляем чеснок и вяленые помидоры. Если вяленые помидоры вам будет сложно приобрести, тогда их можно заменить на чернослив или курагу. В основном для буженины берется свиной окорок, можно взять шейную часть, но я больше всего люблю буженину из свиного балыка, здесь уже дело вкуса, но для этого рецепта подойдет любое мясо. Нашпиговали мясо с одной стороны, теперь переворачиваем и с другой стороны проделываем все аналогичным образом. Пока отставляем мясо в сторону и приготовим соус. Все специи, горчицу, соевый соус и оливковое масло соединяем и тщательно перемешиваем. Форму для запекания застилаем фольгой, выкладываем мясо и обильно с обеих сторон распределяем соус. Теперь кладем с одной и с другой стороны по лавровому листику и запечатываем мясо в фольгу в 3-4 слоя. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Когда запечатали мясо, убираем его в холодильник на одни сутки мариноваться. Специи должны максимально отдать мясу свой аромат. Через 24 часа достаем мясо из холодильника и в форму для запекания наливаем крутой кипяток, чтобы вода покрыла буженину наполовину и запекаем в разогретой духовке до 180 градусов 1 час. Через час достаем мясо из духовки, переворачиваем и продолжаем запекать еще 1 час. Вода будет постепенно испаряться, поэтому ее необходимо доливать. По истечению 2 часов наша буженина готова. Для того, чтобы мясо приобрело красивую румяную корочку, я разворачиваю фольгу и убираю мясо под гриль еще на 5-7 минут. Даже несмотря на то, что я часто запекаю свиной балык, мясо получается очень сочным. Подается буженина как холодная закуска, но поверьте на слово, от манящего аромата долго никто не устоит. обязательно приготовьте, попробуйте, очень надеюсь, что мой рецепт понравится вам и вашим гостям. А я в свою очередь пожелаю вам праздничного настроения, вкусных идей и до встречи в новом видео.